Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, драфты на ваших экранах. SF Beastmaster. От ЕГЭ Витчи забирают Клакверка и Снайпера. В бан отправляется Чен Леон Бэтрайдер и Венджфул Спирит. Ну что ж, ЕГЭ, давайте поглядим, кого вы там еще нам сможете показать. В бан отправляется Сэн Кинг. Сэн Кинг убирают еще одного активного суппорта. Что-то явно ЕГЭ задумали. Сэн Кинг просто так в баны обычно не отправляется. Я вот что хочу просто сказать. Сейчас я пойду еще посмотрю, что вы там мне в Твиттере писали. Интересного. Ну пока SF Beastmaster такой тоже более-менее... Да я бы не сказал даже особо нейтральный пик. По сути-то это уже кор-герои. По сути эти герои должны вроде бы экшен наводить. Да и не могут. Но под них, наверное, сейчас мы увидим... А что мы видим? Да, Венга, смотрите, в бане. Баня также Энигму сейчас. Вичи, они, возможно, почувствовали то, что Энигму могут взять. Потому что винги нет, Beastmaster уже у ЕГЭ. Соответственно, сбивать Блэкхоллы в БКБ будет нечем. Сейчас идет такой жесткий-жесткий Майндгеймс. Ну и последний бан. Если уж забанили Энигму, Чена... Ну, вряд ли это будет еще какой-то лесник. У нас еще Акса, кстати, остался как вариант. И... Я бы сказал, что вариант-то неплохой. Причем как для одних, так и для других, наверное. Но пока мы увидим, бан отправляет Ликантропа. Зря, зря. Я бы такого Ликантропа еще раз отдал. Учитывая то, что творил Ликантроп в прошлом матче, то... Ну, смело можно было бы его отдавать серьезно. Ну, у Вичи... Мы видим вот эту задумку со снайпером. Понятно. Шейкера убрали, потому что Шейкер кладет ту самую фиссурку. Снайпер за нее стреляет. И вроде бы делает больно людям. Клокверк может примерно так же делать. Врываться, ставить Коги и давать снайперу пространство для стрельбы. Тайтхантер где? Тайтхантер уже вроде не особо заедет для Вичи, потому что есть Клокверк, да, на позицию оффлейнера. Соответственно, к снайперу пока еще более-менее можно добираться. По крайней мере, набрать героев, которые могут до него убираться. Время еще и есть. И защитников у снайпера еще не слишком много. Клокверк такой себе защитник. Джиггернаут тоже, вы понимаете, что он там, ну, покрутится, попрыгает, но не более. Не, если будет Джиггернаут от Фиджины, как было в прошлой игре, там, когда ЕГЭ старались Фидить, как только могли. Так, ну ладно. Хватит уже о плохом. Давайте о хорошем. Что еще нужно добирать Evil Geniuses? В Пуле у нас по-прежнему кто остался из таких востребованных суппортов? Остался Вичдоктор. Есть еще Ancient Operation, например. Можно взять и того, и другого. Есть еще супер-офигенная связка суппортов. Ну, они в основном берутся против лесничков каких-то. Вот мы видели. Не так давно брали. ВД и ЦМ-ка. Они просто бегают и напрягают. Постоянно напрягают. Ты их вроде и крипами особо понапрягать не можешь, потому что ЦМ-ка берет сразу одного в колбу, его расстреливают. Ну, пока Бэйн. Ну, видим, такие соло-вырубаторы очень серьезные. У ЕГЭ, Бэйн, Бистмастер, которые пробивают БКБ. Но это точечные. Это точечные герои с дизейблами, скажем, не массового поражения. Так что ВИЧи сейчас могут... Ну, а что они могут? Как раз два точечных героя у них уже есть, которые могут быть. Их нужно вырубать. Это Снайпер Джиггернаут. Если ВИЧи, конечно, сейчас доберут кого-нибудь такого интересного для... того, чтобы еще и на него нужно было тратить эти все дизейблы. Ну, типа ВИЧ-Доктора, например, которому сквозь боковую тоже нужно будет давать подачу. Возможно, получится увести внимание от основных своих героев. Но, с другой стороны, вы, по сути, берете там спорта, который ничего делать не будет. Поэтому забирает Скайрасс Мэйджа. Лон Друид от ЕГЭ. Угу. Такие плотненькие персонажи выходят вообще у Ил Джиньюсес. Остался последний суппорт. Ну, просто если ППД сейчас сыграет в Габлака и возьмет еще какого-нибудь, там, не знаю, Абадона, Трента, Дазла, вот что-то в этом духе, то ЕГЭ могут, в принципе, не то чтобы писать ГГЭ, но быть близки к этому. Там, смотри, я уже Артизи проснулся, в Твиттере начинает писать летс гоу. Так, и минус Омни Найт. Но Омни Найт говорит о том, что возможно будет тот самый Вич Доктор, только у ЕГЭ. А о чем он, в принципе, еще может говорить? То, что физики, в принципе, будет хватать со временем, да, и Лон Друид, и СФ. Будут нормально дамажить с руки. Ну и Вич Доктора забирают сами Вичи. Вот это, мне кажется, очень крутой момент. Вич Доктора забирают сами Вичи, причем им как раз второго там суппорта не хватало, как вы видите. Так что вариант реально очень крутой. Мне очень нравится вариант с Вич Доктором. Я тогда... Ну, как? Очень нравится. С одной стороны, как я правильно говорил, то, что вы делаете уязвимыми вашего суппорта, против которого должны будут, да, работать Бейн, Бисмастер. С другой стороны, вы уводите огонь от Снайпера и Джиггернаута, от основных своих героев. Так что поглядим, насколько это будет того стоить. Всегда есть валью, да, стоимость того или иного действия. Выгода при произведении того или иного действия. Вот у нас статистика пока что по командам общая. Видите, среднее время игры 35 минут у Вичи, 38, почти 39 минут у ЕГЭ. Да, чуть-чуть дольше играют, но, тем не менее. Да, вот, Джио пишет ЕГЭ, выиграют игру вторую. У меня есть дар видеть будущее. Ну, что ж, Джио, поглядим, смогут ли выиграть ЕГЭ в этой катке. От ЕГЭ, вот, когда вы видите такую связку суппортов, Бейн, Патма, вы понимаете, если сейчас они облажаются, дальше от этой Патмы толку вообще не будет практически никакого. У Вичи ситуация несколько иная. У них что? У них на Джиггернаута через Бейна Патму напасть в теории можно, но осторожно, как говорится. Просто если будет хоть один суппорт рядышком для того, чтобы Слип сбрасывать, то будет на Джиггера напасть, в принципе, невозможно. На Айс 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 напасть... Айс Айс такой, айс Айс Айс, шмотодрочер, вы посмотрите, что у него есть. У него есть Eternal Machine Head. Это та самая крутяцкая маска на Клакверке. Ну, Айс, он вообще, он известный коллекционер шмоточек в дотке Это я вам говорю По своему опыту общения с ним Так, ну тут была неплохая стрела вроде бы в оффай Но его команда сразу же защищает И не дают в обиду Так, ну и Джаггер на легкой Супер в миде И Айсисайз на Клокерке в оффлейне Тут все понятно Идет битва за руны сейчас Юниверс очень сильно встреет По Фенриру едва стрелой не попадают Но вот опять, не попадают стрелой И Патма потратила весь свой монопул Правда, Кларити Поушен есть По сути, есть на что использовать Но безрезультатно Пока что безрезультатно Юниверс в оффлейне в соло против Джаггера и Вичдоктора Это плохо Потому что его тут убьют Его реально убьют Если он сейчас загуляет Вичдоктор Джаггернаут Ну, это как ЦМка Джаггернаут Только Вичдоктор Джаггернаут Убежать очень тяжело Рейнджовый суппорт на стреле Джаггернаут крутится Изи катка ГГВП я ливаю В миде у нас Дабла на даблу Драка и Супер умирает Супер умирает Попадает в него стрелой Ауи Вот она, наконец-то Хорошая реализация Патмы И начало Игры Игры Ну как, постоянно говорю Да, начало Фёрст Бат за ЕГ Уже норм А здесь Юниверс Пока к крипам Не горит Желанием подходить Вот он просто Пока на себя уводит И Доктор Красава Заденаил Вроде бы мелочь А тем не менее Приятно Ну и Фир На Медведя Против Клакверка Пока, конечно Клакверка гонять Не особо получается Потому что Левел маленький И Медведь там Не особо сильно Наваливает Но как только Медведь будет уже С корнями Клакверку Можно Серьезно будет Навешать Заходит Ауи С тыла И сейчас будет Попытка залепить Пятибалочку Давай Но Да и Изи Изи стрела же Too easy For Ауизи Вот он Вот он Стоит Сладкий Сладкий Уводит крипочков На себя И стрела Пли Ах Очень близко Очень близко Ну Немножко Не получилось Хотя Вот Сюда Перетягивался Бэйн Так что В принципе Могли Наверное И Бэйна Подождать Правда Клокверк При Виде Бэйна Убежал бы Вообще За Т2 Скорее всего Что Мало ли Чего Они там Хотят Ну ладно Руну На топе Забирает Сейчас Skyros Мэйдж SF Остается Без ничего Но тут На Сумаила Атака Два Кайла До свидания Снайпер Правда Сумаила Сейчас тоже Могут Убить И полетели Птицы У Сумаила Нечем Регениться И он умирает Причем Sky Mag Получает Еще X-пулечку За все Это Ну и Сам Погибает Пытался Уйти В Смоук Но Пепеди Оказался Рядом И Смоук Не сработал Хотя Идея Была Неплохая От Sky Mag Выходит На Юниверс А вот Почему Не дать Каски Финрир Почему Ты этого Не сделал Там же Просто Вот Юниверс Себя Только что Чуть не убил Вот этим Кабаном Потому что Ты даешь Каски Маледикт И все Дальше Приходит Блэк И Крутись Вертись Так вот Хорошо Нападает На Супера Патма Опять Попадает И Снайпер Вновь погиб Правда Погибнет Сейчас Так же Один из Нападавших На Снайпера Ну и FY пытается Размениваться Пытается Как-то Экспу получает Но не Выходит У него Бэйн Погибает Слишком Слишком поздно Да Я тут пока Смотрю Сейчас На общее Положение Вещей Просто Фирт Формит Хорошо Тут вообще Никаких Разговоров Ох 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 Айс Понюхал Стрелу Ну а Ауи пока Ой Я дико Извиняюсь Что-то Совсем Горло Запершило Так вот Ауи пока Справляется Со своей Задачей Напригатора Конечно С левелом У него Небольшие Проблемы Видите Но Все же Задачу Свою Выполняет Три асиста Есть То есть Шорох На карте Наводит Тут атака На Сумаила И Сумаил Умирает Видимо Да Да Сумаил Умирает Подошел Бэйн Патма Нету маны У Патмы Касочки От Вич Доктора Маледикт Касочки И Ауи Умер При этом FY Скорее всего Тут вообще Выживет Даже Ой да ладно Ну что это Был за Аааа Почему Зачем Он это сделал Какого черта Что делают Вообще Эти команды Зачем он пошел Ну пошел бы он там От другого Чувака Умер Я не знаю Но Зачем нужно было Именно так делать Какой нафиг Зайленс Там Бэйн У которого 66 атаки И Скаймакс 0 армора Пошел На пол Пол шишечки Вот Получил Своих Где там Джиггернаут Джиггернаут Уже 1500 Ага Слушай Смотрю Он там что-то Затарил так активно Блэйк покупает Себе масочку Покупает себе Рейсбэн То есть будет уже Сейчас аквилочка У него И Клакверк Дабл дэмэдж Клакверк Дабл дэмэдж Клакверк Сейчас Ароу Хорошо И начинают его пробивать Вернее пробивают его Не то чтобы начинают Но Очень 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 Быстро Сдули Клакверка Опять же Бэйн Патма Пока Выходит Пока У Патмы Пять ассистов И несмотря на Некоторые Возможно Погрешности Патма Ну Мне нравится Как она играет Не хватает Правда Немножко Бэйна В этой игре Наверное Хотя В Пепеди Тоже 3-1-1 Статистика Вроде бы Не на что Особо Жаловаться Сумаила Опять Миде Гнобят Да что ж Такое Это со мной Происходит Мне вдруг Почему-то Начал Кашлять Это Нехорошо Вот Опять Загнобили Мид Опять Проблемы У ЕГЭ С центральной Линией И Как бы Это Не Обернулось Провалом Как в прошлой Карте Так Тут Блэк Напал на Кабана Не любит Блэк Кабанов Судя по всему Ну и Патма Уже Подошла Хотел сказать У Бисмастера Сейчас возможно Левел 6 Попробуют Как-то Скомбинировать Но Биста Только Пятый Сейчас На подходе Да что ж ты будешь делать Ё-моё Всё Соберись Тряпка Соберись Не болей Тут говорят Что SF 20 Крипов Точнее SF 43 Крипа Снайпер 20 Но я к тому Что вообще SF Достаточно Серьезно Коцают У SF Типа топовый Нетворс Но Ситуация Могла быть Намного Благоприятнее Опять же Если бы он Трижды не погибал Так что Возможно Я поспешил Когда сказал Что SF Вы там Уж совсем Загнобили Но Если бы ВГ Ещё Ничего не делали При этом То У Сумаила Ситуация Естественно Была бы В разы Лучше Ваш капитан Так Юниверс С линии ушёл Но ещё Шестой Он тут Не успел Получить Поэтому Ганг От него Мы вряд ли Пока будем Ожидать И Ауи Ауи Пошёл Занимать Очередную Стрелковую Позицию Видимо Или Просто Отводик Сделать Хотя Какой Отводик Тут уже Всё Зафармлено Тут Отводики Не поделать Тут Пока Идёт Битва С иллюзиями Появляется Рунка Забирает Рунок Так И Вич-Доктор Пока Тут Тоже Пытается Доформить Себе Левел 6 Потому Что Необходим Ему Очень Сильно Необходим Этот Уровень Причём Очень Хорошо Идёт Фенрир По графику Только Девятая Минута У него Уже Половина Шестого Уровня Имеется В принципе Так же Как и Оффлайн Бестмастера Чтобы Вы понимали Так что ВД себя Отлично Чувствует Снайпер В миде Пока 33 10 Мы видим Ну Уже Снайпер Соберись Так И Айс Айс Уже С шестым То есть Айс Уже В принципе Может Залетать И Скорее Всего Сейчас Пойдут Залетать Есть Вижен На Патму На неё Врываются Сайленс Не успевает Повесить Фуай Улетает Конкассив Шот Направление ППД Его находят Сейчас Должны Будут Вот Касочки И сразу Подкаски А нет Пока ещё Мистик Флэйр А нет Левела 6 ППД Отъедается Кидает на себя Слип Ароу В Фуай Медведь Начинает Есть Фуай Но тут Приходит Клак Вверх Корни Правда Провокают Пытается Когами Засейвить Своего Тиммейта И получается Засейвить Скайрос Мейджа Тут правда Уже подошёл Юнит Шестого Нет Но всё равно Фенрира Уже здесь Не отпустят Идут Каски Но Каски Каски Этого Мало Тут Слишком Много Юнитов Которые Хотят Его убить В это время В миде Опять Погибает СФ Не в миде А на верхней руне Погиб СФ Его там просто Джаггернаут Черезомни слэш Принял Даже Крутиться Не стал Ну и Вы Видите Что происходит Пока что Небольшая серия Разменов СФ Погибает Уже В четвёртый Раз Половина Фрагов Команды Витча Была сделана Именно на СФ Ну это к слову О том Что его Загнобили То есть Вроде бы Мелочи А сейчас Он уже Отстаёт От того же Джаггернаута Так И вот он Фенрир Фенриру Тоже даёт Время Сейчас Для Приобретения Левела Я имею ввиду Что именно Команда Оставила Для него Линию Ну и С вторыми Касками Вторым Маледиктом И Дезвардом Можно Идти убивать Людей Это вот Такой Паберский Когда-то Когда ещё Пичдоктор Был Таким Соло Убиватором Ну да Считался До времени До того момента Как ему начали Максить Хил Ты просто Врываешься Каски Маледикт И втыкаешь Дезвард И за то время Пока там Каски летают Пока герой расчехляется Дезвард успевает Нанести столько урона Что если у врага Нет отхила То он обычно погибает Потому что убегать уже Вариантов особо нету Ты рейнджевой герой Ты ему там В спину натыкиваешь Естественно Тяжело Тяжело Против такого играть Правда На Бейна так особо Не получится напасть У него Брейнсап Очень неплохо Здоровье восстанавливает Соответственно Цель не самая лучшая Для нападения Если бы это был Какой-то там СФ Не знаю Патма Патма с липом Ну вот СФ Бестмастер Не знаю Там ландруид Тоже вряд ли Для этих целей подойдет Хотя ландруид неплох Только тем Что у него Мишка рядом Зачастую А это значит Что каски Будут хорошо работать Причем мы уже видели Много раз Ландруидов Которые Себя этим медведем И закапывали Постоянно И просто постоянно Вызывали мишку В то время Как на них нападал ВД И в результате Каски прыгали Там бесконечно долго Тут в миде Айсайсайс На него наорали И это минус айс Очень нагло действовал Этот товарищ Хотя у него была Видимо причина Для подобных деяний Отличная атака От Блэка И Блэк пошел дальше Будет он не слэш Блэк Очень сильно встреет Но тем не менее Отлично справляется С Шэдоу Финдом И в крутилочке улетает Также пошел Сайлентс по Патме Тут Финрир Дезвард 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 Вот она Вот она строта Как вы видели И Ауи Тут тоже Скорее всего погибнет Даблкил от Супера Минус 4 От команды Вичи И кажется ЕГ сыпятся Рано конечно Об этом что-то говорить Конкретное Но Все же Несмотря на то Что у них по деньгам Идет ситуация лучше Они Отдают замес И Вот такая Группа Игроков Она Уже Становится потихонечку Недостижимой В плане Нетворса Для преследователей Вот Бистмастер Который с оффлейна был Вот я говорил про то Что СФ Загнобили На самом деле Проблемы серьезные Были у Бистмастера Как мы видим Потому что Он только-только Себе там Рецепты на Солринге Начал приобретать Там Транквилы Только недавно появились То есть У БМа Все Очень кисло И он идет Вот на предпоследнем месте По Нетворсу Как вы могли бы заметить Так что Вот весь этот экшн Который в начале Патмаса сдавала На него просто ВГ особо сильно Как мы видим Не реагировали И продолжали гнуть Свою линию Против Джаггера Свичдоктором Бистмастером Он прекрасно понимал Что если он пойдет дальше Получать там экспу Деньги Его будут убивать Скорее всего Будут каски Крутилка И все И никуда он От этого всего не денется Пока супер улетает Остается FY только на линии Но вот FY здесь Скорее всего Сейчас и убьют Да Пошел финсгрип Пошла стрела И пошла пара тычечек Хорошо FY с мили Здесь в свою очередь Идет нападение на Фира Клоквер 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 Ну и вот они Собственно говоря Те самые каски Правда сейчас Они не особо-то долетели До Фира Но Маледикт Маледикт должен помочь Его убить Да Сейчас еще Один прок И тут погибает Медвед Но Фир еще хорошо Успел среагировать С этим медведем На каски Поэтому за ним Еще там хоть как-то гонялись Хотя погода Это особо не сделала Все равно он погибает Все равно Денег У него немножечко Убавляется И все равно У команды Проблемы Да В общем мы видим Что команды Идут более или менее ровно Но серьезный Не дофарм У Патмы Бэйна Патма там много бегала В результате у него идет Дофарм Она вроде создавала Пространство для команды И вроде как получилось Потому что СФ В топе по Нетворцу Медведь тоже там Денег порядочно имеет Но Пока это не мешает Вичи убивать Одного героя за другим Сейчас Ресница Медведь Поглядим Что у него там есть Так Медведь Мишку вызвал У него Мидас А понятно Не ну у него много Всего До 6500 денег Стоимость персонажа Это реально Дофига И Сносит еще и вышку Внизу Evil Geniuses А здесь Медведь Прямо на ворде Фармит И его сейчас Будут убивать Опять его идут убивать Главное пропустить Вич доктора поближе Потому что будут Серьезные проблемы Ice Ice Напал Все таки напал Когами закрыл Пошел расстрел от снайпера И Фюр умирает Второй раз подряд Вот это уже Плохой знак Когда ваш Главный Фармила Погибает дважды подряд Он очень сильно Начинает отставать Ну при том условии Что команда врага Жива Естественно Так Ice 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 почти с Форстафом Вич доктор ПТшечку себе Закупил ПТ Урна Старается просто Быть плотнее Для того чтобы Возможно от Каких-то Прокастов Побочных Не умирать Ну чтобы там SF Покричал Подмастер Шторм Бэйн высосал Вич доктора Уже нет А при Наличии Тысячи хп Уже хотя бы Тысячи хп Это будет тяжело провернуть Да Вичи Действительно Активизировались Начинают Нагнетать Обстановку С вот этим своим Джиггернаутом Джиггернаут Очень хорошо фармит Ну у SF Дела идут Так же хорошо Вот Еул у SF В данной ситуации Еул Скорее оправдан Чем нет Потому что И снайпер И Джиггернаут Против тебя Играют Еще там Какой-то Вич доктор Которого Также можно Будет поднимать Вот он Даггер у SF То есть SF Вот сейчас Мне нравится Как он собирается После даггера Правда что Скорее всего Нужно просто Уходить в плотность Потому что БКБ Здесь особо Не зароляет Разве что Против какого-нибудь Скайросмейджа Ну сейчас Сумаил Пытается раздуться И не получается Не получается Раздулся Правда Не таким образом Каким бы ему хотелось Ару Мимо И вышку Сейчас будут Еще и Вичи Внизу пытаться Забирать Да Снайпер уже Настреливает Но у SF Уже 6 смертей И несмотря на это Он на первом месте В своей команде Потому что В остальном У команды Все идет Еще хуже Чем у него Майл Штромп Сейчас будет У Мишки Совсем скоро Вернее Он уже Пойди должен быть Там Вроде Медведям было Много предметов Варежка Да До молотка Еще осталось Чуть дофармить На топе Защитник вышки Айс 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 Вряд ли Будет здесь умирать Потому что Тут только Одна подмай Если она Конечно Какую-то Халявку В него засандалит То Да Тут тогда Могут Клакверка И заковырять Ну и в общем Ситуация у Вича Мне пока нравится Чуть побольше Почему? Потому что У них Вот эта вот Группа героев Там Клокер Квич Доктор Скайрос Мейдж Они хорошо фармят В отличии от Вот этих ребят И Подма с Бэйном Вот если Бэйн Если ему Например артефакты Не особо сильно нужны Потому что у него Просто сильные обилки То от Подмы Толку Как от Козла Молока Все ее касты Ну как все Добрая половина Она Особо пользы Для команды Не делает Там Конечно Прикольная штука Инвиз Так Тут ВСФ Залетело До 200 Хапо у него остается Так вот Инвиз конечно Штука забавная Там Старшторм Тоже иногда бывает полезен Но даже для него Нужен уровень Которого У Подмы Сейчас нет А стрела Достаточно рандомная Штуковина Да Лип тоже Дает для команды Что-то там Но что он дает 8 Пока что 8 Бонусных атак Спида И 4% Мув спида Ну это же смешно Да и при том Что Подма Добрую Часть матча Вот она Бегает 1-2-6 Она действительно Старалась Пока получается Что все ее Старания Ушли Никуда Можно сказать Возможно Не в никуда Возможно Именно из-за этого Сейчас у Медведя С СФ Все вот так Более-менее Неплохо Сейчас Вичи Будут принимать Да СФ Байтит Тут идет Атака на Юниверс Юниверс Птицу сбили И Айс-Айс-Айс сейчас Найдет здесь ППД Да, находит ППД Проблемы серьезные у Питера И он погибает А Роу в Супера, под Момом Но на него не врывается, Айс-Айс, Айс Отлично, залетает На СФ, на СФ, да, действительно И на СФ, и на Ауи в результате Поэтому Сумаил раскаставался Но что, что он раскаставался Забирают одного пока только Скайр Асмейджа В это время тут воюет универс Слушайте, а он может и нормально даже повоюет Да, там топоры, правда, мимо, но Джигернау погиб, айс, 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 да сколько этот Клокверк-то будет дамаги вносить? Посмотрите, он только бегает, батареет, когирует и ракетами закидывает. Даблкил от супера, айс там тоже хорошо постарался, и четверо игроков команды ЕГЭ в таверне. Посмотрите на этого Клокверка, 2200 урона, больше, чем снайпер в этом замесе он нанес. Вот этот айс, айс, айс такой жесткий. Ну, потому что на Клокверка тупо забили, и вот этот Тимвайп, 2000 золота, 5000 опыта, ну, там разница в 3, но мы понимаем, что если золото реально можно так вот разницей считать, то опыт, ты просто получаешь его как бы не отнять, просто заработал 5 кусков опыта. И вот оно, вот оно, Вичи Гейминг, 10 тысяч нетворса. Вот медленно, уверенно, кому-то может показаться, что это не медленно, но вот это на протяжении последних, там, 10 минут где-то происходило. Да, 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 именно так. Вот 7 минут примерно ушло на набивание такого преимущества солидного. Но все же, ЕГЭ упустили то самое начало, Патма с Бэйном не задоминировали, а сейчас им будет чрезвычайно тяжело. Конечно, у них по-прежнему много контроля. У них есть Бисмастер с Криком, которого я, кстати, за всю игру еще не видел. Как-то сомнительно тоже отыгрывает БМ. Ну и ЕГЭ находится в шаге от падения в нижнюю сетку. И Вичи, соответственно, в шаге от выхода в гранд-финал. И вот второго места. Я сейчас даже вот посмотрю на сайте Киборг Мэта, есть ли... Нет, у него есть распределение призового. Я сейчас посмотрю вообще, за что сейчас идет драка. Тут пока Вичи продолжают просто овнить и захватывают контроль на карте. Ну вот, сейчас команда, которая здесь проиграет, она в принципе остается топ-3. Ну а топ-3 это 270 тысяч долларов. 271 даже тысяча долларов. А второе место имеет 361. Соответственно, ребята играют за 90 кусков сейчас. Вот так вот. Это много. 90 тысяч баксов это много. И кто сейчас начнет рассказывать про то, что... Это на команду, минус налоги. Я вот знаю таких ребят, которые потом начинают мне заливать. Причем лично некоторых знаю. Да пойди просто и заработай там вот сколько получается, пятнашку на человека. Пойди просто и заработай. Допустим, даже минус там налоги какие-то, процедуры, даже десятку. Вот 10 тысяч баксов. Просто пойдите и заработайте. И ребята играют сейчас именно за примерно такую сумму на человека. Ну даже больше, даже больше, безусловно. 90 это... Даже с учетом налогов и прочей фигни, даже побольше, чем десяточка выйдет. Да, EG, безусловно, для них один из немногих вариантов для того, чтобы победить в этой встрече, это безудержно фармить. Если будет 12-ти слотовый медведь, если будет 6-ти слотовый хороший плотный SF, то учитывая, опять же, хорошее количество контроля, Бэйн, Бестмастер, даже Патма, причем некоторые этой БКБ пробивают, поэтому БКБ, наверное, никто толком собирать и не будет. БКБ вот Кокер, походу, решил выйти. Так что... Тяжело, тяжело будет в EG, если вдруг там ребята отожрутся. Так, у Вичи пока план тоже, в принципе, понятен. Откушать снайпера. Снайпер пока откушивается. Есть у него одна ультимативная арба. В дальнейшем, что там будет? Будет, 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 будет с Кади. Вот, он уже практически готов. Тут нападение на ППД, и его, ну, если не прямо сейчас убьют, то убьют через пару секунд. И Фай сразу же решил ретироваться отсюда. Да, ну и вот, СКАДИ к снайперу долетает. Вышка тут также падает. EG, естественно, ее защищать не идут. EG сплетят, вернее, ну, просто размениваются. Да, это действительно грамотное решение. Если вы не можете снести, точнее, дейфить, вы попробуйте хотя бы разменяться по возможности. Проблема в том, что у медведя еще 10 секунд кулдаун на телепорте. И за эти 10 секунд ребята могут еще очень нехило покоцать вышку. Вот, 4, 3, 2, 1. Вышки уже нет почти. Медведь тут продолжает давить. Медведь продолжает забирать Т2. Проблема только в том, что это Т3, а не Т2. И СФ хорошо раздувается. Отлично раскастовался Сумаил. Правда, не получается добить Айс 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 Аклоперк на контратаке. По 5 влетает в двоих. Блэка отлично встанил Юниверс. Ну и теперь уже попытка от СФ она раздавать с руки. Но Дезвард его не прощает. Заходит Медведь. На Медведя Маледикт. И Медведь, по сути, тут один сейчас дефать и должен оставаться. Ну, вновь минус 4. Правда, сейчас погибло 2 неплохих героя у Вичи. Но Снайпер остался в живых. Снайпер жив. А это значит, что вышка сейчас будет продолжать падать. Вот он заходит. Вот он тра-та-та-та-та делает. Бэкдор Протекшн уже включился. Не пробить сейчас. Не пробить. Это дает заветных несколько секунд. Команде ЕГЭ надежды несколько секунд. Вот, наконец-то переключились на нормальное здание. Правда, Снайпер продолжает ковырять этот милишный барак злополучный. Нет, для ЕГЭ это только в плюс. Они, я думаю, сейчас только рады, что Снайпер занимался именно этими вещами. И все. И в ЕГЭ улетают. То есть... Ладно. Не обращайте внимания. Просто не обращайте внимания. И выход смог теперь от злых гениев. Ну вот, вы видели, что за счет того, что имеется хоть какой-никакой контроль, получается сносить даже достаточно сильных героев, там, того же Джиггернаута. Если бы сейчас, конечно, поймать какого-то снайпера халявного, но его уже нельзя назвать халявным. Там, 1700 хп. Его реально очень тяжело сейчас пробивать. За счет того, что герой на ловкость, у него еще и родной показатель брони достаточно высокий. 14-ть родной брони. Таковышку забрали. Клоквер отказался сюда лететь. Прям в упор стрела залетала. Ну, прям вот достал из колчана Ау и стрелу. И просто готов был уже в голову воткнуть клокверку, беднягу. Беднягу бы там просто не ощутили. И вот он, Даггер, у Бистмастера. Ну, хоть что-то. Хоть как-то Юниверс теперь будет полезен. Даггер, Форстав, Мансы, Мансы, Мансы. Еще, правда, третий Некрачи не помешали. Но это пока только мечты. Да, Некрачи здесь действительно были бы хороши. И с клокверком уединиться. Хороший вариант. И на какого-нибудь Вичдоктора их тоже направить. Так, вариант очень соблазнительный. Что там по Рошану? Рошан появится совсем скоро. Тут пока дофармливает Фир. Фирм дофармливает пока Башер. Мьелнер уже готов. И у него есть Башер. У него вот прямо сейчас должен появиться. Башер реально хорош. Он очень хорош. То есть у Медведя и так. Ну, серьезный прок еще и обилочки. Уже имеются. Плюс сейчас появится Дизейбл. Опять Дизейбл пробивающий БКБ. Что немаловажно. Так, ну пока пауза. Я вам скажу, друзья, что вы можете писать в Твиттере. И я буду подсчитывать сообщения оттуда вам. Что-то еще интересно пишут. Так, говорю сразу по поводу этой долбанной музыки. Я не знаю, что играет на стриме. Терзайте нашего режиссера. Ищите его, вычисляйте по IP. Но я тут ни при чем. Режиссер говорит, нет, не надо. Но надо. Надо, надо. Он же опять пишет. Нет повести печальнее на свете, чем повести о Касперионыше и рейнджевом бараке. Так, блин. Опять же есть люди, которые умудряются еще и спорить на этот счет. Это больше всего интересует. Как дела? Замечательно. Вот у ребят из ВГ не очень. У них пинг 160. А так, в принципе, дела неплохо идут. У нас тут без 27 утра. Но чувствую себя замечательно. Там вон смайлики пошли на карте уже рисовать. Спрашивают, как вам блок фаника? Ну, такой, немного на эмоциях Глебаннистер. Но по большому счету... Ну, некоторые моменты по делу. Некоторые, как я уже сказал, на эмоциях. Так, хватит меня включать тут. Я сижу там, тру разные места. Часы я имел в виду, естественно. Пишут, а что если рейнджевой барак будет регениться? Ну, тогда все, пропадет, как бы вся мета. Смысл жизни пропадет. Я не знаю, что делать дальше. Если уже и рейнджевого барака не будет, как такового рейнджевого. Так. Да, вот вам еще немножечко статистики. Напомнить о том, что ЕГЭ предпочитают играть чуть подольше. Ну да, у них и ластхиты вон 822. Вместо там 6,5 сотен, как у команды Вичи. Да, ну игра у нас продолжается. Паузу отжали. Пошел у нас Moonlight. Вот под мы. И ВГ заходит, точнее ЕГЭ. Evil Geniuses. Заходит в ауражский лес. Правда тут они пока никого не обнаружат. Как научиться просыпаться так рано и ехать в студию? Надо просто ложиться в 9 вечера, как я вот обычно делаю. Просто когда получается заснуть, вот как ты лег, когда не получается. Вчера я жутко устал, поэтому я просто лег и вырубился. И проснулся даже почти без будильника к эфиру. Чувствую себя отлично. Готовятся, готовятся сейчас к атаке. Причем команды поменялись вот так местами. Вичи атакуют со стороны Дайров. И на стороне Радиентов находится ЕГЭ. И вот он заход на Рошана. Правда, Рошана пока еще нет. Пошел он, рандомайзер, который говорит, что еще целых 2 минуты с лишним этого Рошана ждать. Пошли тут прострелы по ППД. Очень, конечно, ему больно. Universe залетает, нападает на Блэка. Блэка начинает пробивать. Сумаил раскастовывается. Arrow в Блэка также не залетел. Кажется, Сумаил срученьки, срученьки, срученьки. Но там Дезвард, как же больно он наваливает. Как же сильно пробивает этот Дезвард. ППД там что-то высасывает хп-шечку. Бегает, но толку пока от этого Бэйна не слишком много. Медведь грызет. Медведь просто жрет. Медведь, медведь. Давай, жреть, жри его. И пытается, пытается он жрать, но у него тоже не получается. Фира сейчас застрелят. Пытается также сделать антепаут. Но куда ты уйдешь с подводной лодки? Хотя, нет, погибает. Успевает прокнуть. Еще тычечка. Вернее, медведя он, походу, просто забыл. И поэтому снайпер его убивает. Убил младшего медведя. От этого и старший сканчивал. Не выдержал, не выдержал такой потери. Слабое сердце, видимо, у лондруида было. Ну и заход на базу. К злым гениям. Вот. Блэк, например, я ему проводил воспитательную беседу на саммите. Что вот, чувак, ты понимаешь, что ты был неправ? И, собственно говоря, вы видите, плоды. Они приносят плоды эти беседы. Меня спрашивают, как ты относишься к игрокам, которые так не делают? Я на лане им все объясняю. Говорю все, что я о них думаю. На некоторых срабатывает с первого раза, на некоторых нет. Но, по большому счету, срабатывает. Да, пока только одну сторону получилось забрать у Вичи. Но уже неплохо. То есть, драку-то они выиграли по факту на Рошане, а сторону забрать успели. Это хорошо. Так, спрашивают, кого бы я заменил в Na'Vi? В Na'Vi, вот чисто мое мнение, я это уже говорил раньше, я бы, допустим, даже бы никого не менял. Но я бы изменил отношение Артура к вот этим героям, на которых он играет. Потому что они в основном пассивные. Они в основном ничего не делают. От них почти ничего не зависит. Там тот же котел, он, ну, реально слабый. Когда там появляется Пакован БКБшек, что он там сделает? Вообще никому ничего не делает. Да, там все эти Блэндинг Лайты. Можно рассказывать, что он там видит, он расталкивает, он там что-то дамажит. Это действительно так, но это не видно в игре. Это, ну, вот оно есть, это можно показать на цифрах. Но при этом в конкретном замесе он может вообще ничего не сделать. Так, ладно, у нас там нападение на Медведя. Хотят убить Медведя. Этого нельзя было делать. Медведей отдавать нельзя. Потому что 87 секунд кулдаун на Медведя. Боже мой. Фир, фир, фир. ГГ. Просто ГГ. Фир проиграл этот финал винеров. Вот что я хочу сказать. Он проиграл первый матч, он проиграл второй матч. Ну, не его это герои. Я не знаю, вот, что ему нужно сделать. Кого ему нужно дать, чтобы он начал опять стрелять нормально. На кого он хорошо играл? На Снордарочках, помню. На Найтсталкерах. Ну, такой, а-ля Артстайл. Ладно. Друзья, товарищи, Вичи Гейминг попадают в гранд-финал. Занимают минимум второе место и там 270 или сколько там уже тысяч долларов за это самое второе место. Ребята из ЕГЭ падают вниз. И встретятся они с победителем пары Бегоц против Сикрет. Ну, да, Бегоц и Сикрет. Соответственно, этих Бегоц и Сикрет мы будем смотреть с вами совсем скоро. Надеюсь, если там у них не будет серьезных задержек. Ну, ориентировочно полчасика, я думаю, у вас есть точно. Возможно, даже чуть больше. Так что далеко не разбегайтесь. Там Best of 3 серия. Ну, а мы увидимся с вами уже совсем скоро.